В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот некоторая тема выпуска. Теплый поток для суровых гор. Природный газ дошел до Гумбетовского района. Этого события жители населенных пунктов ждали десятилетия. Уметь красиво писать, превращая буквы в искусство – редкое мастерство. В Дагестане каллиграфии всерьез увлекся молодой и перспективный художник, о котором расскажем через несколько минут. Помощь тяжело больным. В Махачкале на базе третьей городской больницы открылось отделение палеоативной помощи для взрослых. Танк во главе с сборной. Абдул-Рашид Садулаев поведет российскую команду «Закупка мира». В России сегодня День Героев Отечества. Этому празднику уже более века. В наше время эта дата известна как День Воинской Славы. Дагестан, конечно же, не стал исключением, потому дань уважения настоящим героям своего времени отдают и в нашей республике. В преддверии заминательные памятные даты представитель главы региона в Северном территориальном округе Сагид Пашаумахана вместе с главой Кизелюрта поздравили героя соцтруда Аминат Исалову. Подробности встречи в следующем сюжете. В 30 лет именно в таком молодом возрасте она удостоилась высокого звания Героя социальческого труда. Начала свой трудовой путь Аминат в колхозе имени Амара Чокского. Ей не было тогда и 13 лет. Отца семья потеряла на войне, а мать тяжело болела. Потому девочке пришлось рано повзрослеть. Она в составе полевой бригады наравне со взрослыми выполняла непростую работу. Работала и в поле, с коровами, за станком на заводе и даже в больнице с санитаркой. Жизнь меняла ей адреса проживания и места работы, но неизменным оставалось в ней одно – любовь к труду. Гости тепло поздравили ветерана труда с праздником, пожелали ей крепкого здоровья и передали цветы и подарки от имени Сергея Меликова. Сегодня мы эту миссию исполнили. Действительно, очень молодо, красиво, хорошо выглядит своим годам. И заодно, конечно, мы зачитали Сергея Алимиловича поздравления. Мне особенно приятно было, когда заслуженные люди, директор школы и сама герой дали оценку работе нашему руководителю. За большой вклад в развитие животноводства в свое время Аминат Исалову удостоили звания Герой социалистического труда. Она разделила судьбу тысяч сирот, поднимавших своими детскими руками экономику разрушенной страны. Жизнь не баловала ее никогда. Аминат похоронила двоих детей, но, несмотря на трудности и лишения, выпавшие на ее долю, сумела сохранить оптимизм. Она оглядывается назад без сожаления. Мне уже недолго осталось жить, но я желаю вам всем всего наилучшего. Здоровья, счастья вам и всем нам. Она прожила достойную жизнь и живет в окружении детей, внуков и правнуков. Герой труда оставила потомкам прекрасное наследство. Блестящий пример любви к родине и честному труду. Патимат Ханапова, Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Тепло и уют дошли наконец и до сел Михельта и Целитель Гумбетовского района. Их накануне подключили к природному газу. В поселениях проживают более 4 тысяч жителей. По словам людей, для них это важное событие, которого они ждали несколько десятилетий. После церемонии открытия глава района вручил благодарственные письма за вклад в газификацию муниципалитета всем, кто приближал этот день. По словам руководства, работы будут продолжены. Планируется, что до 2024 года весь район будет обеспечен голубым топливом. В Махачкале на базе третьей городской больницы открылось отделение палеотивной помощи для взрослых. Стационар оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Подробнее в нашем следующем сюжете. Палеотивная помощь – это в основном уход за теми, чью болезнь уже практически невозможно излечить. Единственное, что остается – продлевать срок жизни и облегчать болевой синдром. В отделении палеотивной помощи в третьей городской больному с неизлечимым прогрессирующим заболеванием подбирают или корректируют схему обезболивания, помогают избавиться от одышки, тошноты, отеков. Палеотивные пациенты у нас бывают разные, ситуации тоже бывают разные. И в основном в чемоданчике присутствуют самые необходимые препараты для оказания первичной помощи. Этой женщине 42 года. У нее неутешительный диагноз – четвертая стадия рака носоглотки. И все, что ей сейчас хочется – провести эти тяжелые дни жизни так, чтобы не было больно, одиноко и страшно. А ведь палеотивная помощь – это не только лекарства и процедуры, но, пожалуй, прежде всего человеческий подход со стороны врачей, в котором очень нуждаются такие тяжелые больные. Пациентка получает все необходимое питание через этот зонт. Его вводят в жидком виде или в полужидком виде специальным шприцом. Врачи третьей городской больницы не только принимают в своем стационаре, но и выезжают на дом к больным. Кажется, что в их огромных чемоданчиках есть все, что нужно, и даже имеется портативный УЗИ-аппарат. С появлением палеотивных центров оказывать такую специализированную помощь стали гораздо быстрее и качественнее. К тому же с дальнейшим сопровождением больного в постоянном уходе. Если они будут звонить нам, мы будем приходить, оказывать им эту помощь бесплатно. Уход, обработка, обезболивание. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В жизни всегда есть место подвигу. Справедливость и актуальность этой расхожей фразы доказал Усман Шейхов из Хасавюрта. Накануне смелого дагестанца, предотвратившего похищение девушки, наградили в муфтиятие республики. Напомним, на прошлой неделе в Хасавюрте трое неизвестных мужчин попытались похитить студентку медколледжа имени Башларова, которая возвращалась с занятий. Усман Шейхов в этот момент направлялся в колледж на очередную просветительскую лекцию. Заметив неладное, сотрудник отдела просвещения вышел из машины и предотвратил похищение. Храброму молодому человеку помогли его спортивные навыки. Абсолютно не считаю это героическим поступком, потому что мы знаем, согласно хадисам нашего пророка, верующий человек только тот, кто желает другому то, что ты желаешь самому себе. То есть считаешь себя верующим человеком, значит, твоя первая обязанность – все, что желаешь себе, желать другим. Это обычный поступок, который должен совершать каждый человек, когда он проходит мимо чужого горя. Хочу выразить огромную благодарность Усману Шейхову за то, что он заступился за нашего ребенка. Я его назвала ангелом-хранителем нашего ребенка, потому что в наши дни можно назвать его поступок героическим. В знак благодарности от имени шейха Ахмада Афанди, первый заместитель муфти Абдулла Джамалаев вручил Усману памятные подарки. Выражаем надежду, что поступок нашего сотрудника Усмана Шейхова будет примером для подрастающего поколения, а именно, чтобы они не проходили мимо горя людей, чтобы они всячески оказывали помощь ближнему, чтобы они были максимально полезны этому обществу. Награду Усману Шейхову вручил и председатель парламента Хизри Шахсаидов. Он поблагодарил сотрудника Муфтията за мужественный поступок и вручил Усману Шейхову благодарности и памятные именные часы. За проявленное неравнодушие не оставили без внимания и подругу потерпевшей, которая в этот момент также была рядом и, проявив выдержку и упорство, преграждала путь нападавшим. В последние годы среди обилия различных стилей и направлений графики особенное место занимает каллиграфия. Сегодня искусство каллиграфии не имеет широкого применения во многих уголках нашей страны, однако в арабской культуре и на востоке в целом эта традиция остается такой же живой и почитаемой, как и прежде. В Дагестане этим видом искусства всерьез увлекся молодой и перспективный художник-каллиграф Хасан Хельмин Угаев. Его работу увидела моя коллега Зумруд Гамидова. Хасан работает совсем в другой сфере, далекой от искусства. Он является руководителем отдела просвещения при Муфтияти Дагестана в Кумтаркалинском районе. Но 10 лет назад Хасан всерьез увлекся каллиграфии, и когда есть свободное время, всецело посвящает себя своему любимому делу. Для начала у меня как бы было с самого детства влечение в рисование. С детства рисовал, ходил немного даже на художественную, рисовал портреты людей. И вот после того, как поступил в Мадресе, уже даже будучи вообще не зная арабский язык, но все равно мне понравился именно этой каллиграфии. И просто, как бы сказать, для интереса так начал практиковать, писать, просто как для интереса, потому что привыкший был рисовать, что-то делать. И вот так как бы пошло, 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 и уже на такой уровень поднялось. Его работы выполнены арабским письмом и могут содержать слово, выражение или аят из священного Корана. Идею подает сам арабский язык, и замысловатая вязь графических символов превращается в произведение искусства. То есть сам арабский язык, это уже как бы ты что-то доносишь для человека. Художники, допустим, они какую-то картину там что-то делают, да, у них бывает какая-то цель, а это же арабский язык, он так как бы язык Корана, и уже сам, можно сказать, доносит уже что-то для людей. Пронпакование, то есть даже просто обычную цитату написать даже, красиво уже хватает даже, можно сказать. Занятие это не из простых, признается Хасан. Каждая работа требует от автора высокой точности, аккуратности и терпения. В арабском алфавите более 20 различных шрифтов, имеющих особое начертание. Самым распространенным является НАСХ – горизонтальный строгий почерк с тонкими линиями и округлыми формами букв. Был даже вот такой, пока Мадрес я учился, один почерк, который мне очень сильно понравился, вот которым Коран написан, да, вот почерк называется НАСХ. И также в интернете я просто увидел, как один иранец, он обычной шариковой ручки, вот в точности, как в Коране мог писать. Вот это мне понравилось, и мне ровно год, учитывая, что почти каждый день писал, ровно год ушло, чтобы вот так научиться это писать. То есть это как бы, да, такой трудоемкий процесс, и да, и зависит, конечно, от терпения человека и желания. Вдохновение часто приходит к нему уже во время самой работы, поэтому символы и новые формы буквенных сочетаний рождаются в голове Хасана практически на ходу. Бывают моменты, да, вот когда что-то, идея в голову пришла нарисовать, вот в каком-то стиле что-то нарисовать, да, бывает, если такая идея пришла, уже ты не уснешь, пока вот это не нарисуешь. Такое бывает моменты. А в основном, если честно, нет такого прям вдохновения, что-то вот с какой-то целью. Просто вот как бы идея, как я в голову пришла нарисовать какую-нибудь красивую картину и рисую. А еще парень использует каллиграфический прием, позволяющий рисовать живых существ, как сумму арабских букв, переплетенные в нечто наподобие контуров животного. Но чаще всего Хасан пишет хадисы с глубоким смыслом, который можно передать рисунком и в то же время прочитать. Рисуем Мухаммад, Расулу Аллаху, Салли Аллаху Алейхи, Салли Аллаху Аля Алейхи, Аллаху Малафир, Уматы Мухаммаду. Особых секретов успеха нет, говорит Хасан. Усидчивость, желание и стремление без этих качеств не поможет в этой кропотливой работе даже художественный талант. Совсем недавно его творения впервые были представлены на выставке в Махачкале. Но это лишь начало пути. И в будущем Хасан Хельмей намерен удивить и порадовать новыми работами всех ценителей каллиграфического искусства. У нее уже уровень именно художественной рисовать. Абдул Рашид Садулаев возглавит сборную России на Кубке мира в Сербии. Турнир вольников на этих соревнованиях стартует 16 декабря. Состав команды был объявлен накануне на сборах в Крыму. Помимо олимпийского чемпиона Садулаева цвета российского триколора в Белграде будут защищать еще 8 дагестанцев. Это победители октябрьского чемпионата России, а также тяжеловес Шамиль Шарипов, ставший в Нарафа-Минске вторым. Напомним, что индивидуальный Кубок мира заменил чемпионат мира, который был отменен из-за пандемии коронавируса. От участия в турнире отказались многие страны, в том числе США, Грузия, Япония и Казахстан. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова